Вообще коллектив Гармонь Драйв, он сейчас на данном этапе является уникальным коллективом, потому что есть просто гармонисты, есть поющие гармонисты, а есть Гармонь Драйв. Наша задача сделать современный коллектив, который будет внести новый репертуар, современный репертуар, заражать молодежь, заражать гармонию людей, которые к гармонии пока никак не относятся. Вы-то здесь все пришли на гармонь, баян, аккордеон, вы уже зараженные гармоновирусом давно. А наша задача заражать гармоновирусом всех, которые даже сопротивляются. Больше гармонии, чем короткие. Ну, конечно, да. Поэтому мы не просто играем, мы делаем шоу-номера, мы танцуем, играем, кстати, живьем. К сожалению, действительно, вот эта сцена для нас не то чтобы маленькая, она для нас новая. Поэтому, когда мы будем делать полноценный сольный концерт, то здесь будет наше полноценное шоу, нам просто нужно будет немножечко переформатировать наши номера под эти условия. Но сегодня будет, самое главное, наша новая музыка. Вот сейчас пока ребята... О, уже одели. Вот, если заметили, у них уже элемент шоу появился. Это перчатка со стразами. Как вы думаете, чья это перчатка? Майкл Джексона. Совершенно верно, да. Вот сейчас первый номер, это будет попури, время Майкла Джексона. Автор попури, автор идеи, наш друг, аранжировщик Михаил Крестов. Он фанат Майкла Джексона. И соединил и известные мелодии, и одну такую лирическую песню, которую, может быть, немногие знают, но Майкл Джексон эту песню на всех концертах исполнял. И смысл этой песни в любви, в дружбе, в дружбе с детства. Потому что, кто не знает, Майкл Джексон изначально это был детский коллектив Jackson Five. Пятеро братьев. Но потом самый талантливый Майкл Джексон вел карьеру сольную. Но всегда вот эту песню о своей семье он пел абсолютно на каждом концерте. Теперь мне осталось одеть перчаточку, и мы начинаем. Руки превращаются. Да. Руки превращаются. Руки превращаются. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо! 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 Миссия выполнима! Спасибо! 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 ! Спасибо! 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 ! Спасибо! ! Спасибо! ! Спасибо! ! Спасибо! ! Спасибо! ! Спасибо! Спасибо! ! Спасибо! ! Спасибо! ! ! Спасибо! Спасибо! Для вас выступала группа «Гармон Драйв» в составе… Erica Церина Алиова, у меняgonrim Mitch Bowling Hardcastи… Помога,utch,воти tresоритик Уфом. Я не знаю, почему ты psicone, gracias», так и не знаю, от усилитель этих… Otherwise you had pulled me out of the room… У меня в руках инструмент итальянской фирмы Dino Buffetti, итальянская гармошка. Но, наверное, все из вас знают, что я официальный представитель фабрики «Тульская гармонь». Но это не значит, что я не могу играть на инструментах других производителей. И я давно обратил внимание, что итальянцы стали делать русские гармошки именно с русской раскладкой, потому что гармоники диатонические есть в разных странах, они сильно отличаются от наших. А итальянцы, увидев, что у нас в России гармонь поднимается, развивается, решили даже для нашего рынка делать инструменты с регистрами, без регистров. Разные фабрики, скандали, фонтини, Dino Buffetti и виньони. И мне эти инструменты сначала не нравились, потому что у них не русский звук. Это такое мое первое впечатление, когда берешь гармошку, о, итальянская, круто там, начиная, как рванешь на ней. Она, во-первых, сказала, а зачем ты меня рвешь? А потом басочек сказал так, пук, потому что это у нас треба, чтобы бас звучал так, чтобы все там отваливалось. У нас другая культура. Потом со временем я подумал, хорошо, возьмем итальянский инструмент, уберем оттуда эту всю требуху внутреннюю и поставим наши нормальные цельнопланочные голоса. Но в итоге, благодаря моим экспериментам, я понял, что вообще к любому инструменту надо найти подход такой же, как к человеку. Правильно, да? Мы все хорошие люди, если к нам найти подход. Если не найти, то какие-то немножечко, может, не очень. Вот, и если найти правильный репертуар, то и вот в таких инструментах есть очень много интересного. Например, вот эта гармошка у меня пятиголосная. И когда мы с мастером делали цельную планку, мы все-таки решили отойти от мензуры итальянских голосов. И по звуку, в принципе, инструмент получился таким больше европейским. Но все-таки планка гораздо лучшее качество. И мне даже это понравилось, что здесь есть несколько вариантов аккордеонов. Потому что, ну, многие из вас любят, например, аккордеон. Правильно? А у нас на самом деле это все один и тот же инструмент. Гармонь, баян, аккордеон. Мы так все это разделяем. А одним словом, это гармоника. И если гармошка, то есть я играю на гармошке, я на аккордеоне плохо умею играть. Но если мне хочется звук аккордеона, если вам, ну, услышать, если вам хочется звук аккордеона услышать, то какая разница, чтобы я играю на гармонии. Правильно? Вот здесь есть такой интересный французский розлив. Кстати, я вот для своих подписчиков в интернете, в ютубе хотел сделать видеообзор. Но в итоге такой микро-видеообзор делают для вас. То есть у вас такая эксклюзивная возможность. Вот смотрите, я сейчас продемонстрирую несколько регистров. И уже потом передам Владимиру бразды правление дальше. Если глаза закроете, то сразу услышите аккордеон. Есть интересные, допустим, есть. Например, вот мой, кстати, друг, когда увидел эту гармошку, он еще не знал, как она звучит. Ну, ему понравились стразики, как она выглядит. Но когда он услышал звук, ему она очень понравилась. Потому что он фанат аккордеона. И, разумеется, может быть, гармонистам старой школы скажут, зачем нужен такой инструмент. Но как раз, если мы посмотрим на развитие гармоники, гармония одна. У Саратовки свой тембр, у Ливенки второй тембр, у Тальянки третий. И так мы можем до бесконечности продолжать. Почему? Потому что раньше мастера и, самое главное, исполнители искали какую-то изюминку в тембре. И вот здесь, кстати, изюминка тоже есть. Есть, наоборот, некоторые тембры без розлива. И я долго думал, что же на них играть. А потом, когда решил попробовать, я, правда, не играю так, но на слышок. Например, если я на своей буду тульской гармошке играть, это будет звучать не совсем так. А мне, например, хочется сыграть пиццолу. Поэтому можно взять такой инструмент и сыграть на нем. И это будет звучать более органично. Никто не будет говорить, зачем гармонист играет пиццолу на гармошке. Потому что это уже другой инструмент. И там, если мы переключим... Спасибо большое. Для чего я это хотел сказать? Я хотел сказать, что очень здорово, что мы вот так вот собираемся, объединяемся. И любители гармонии, и любители баяна, аккордеона, и любители покушать. И нам хорошо вместе. И очень здорово, что вот в этом инструменте, например, такое получилось единение западного конструкторского творчества и нашего конструкторского творчества. И они соединились очень хорошо. Это подтверждает то, что мы, в принципе, люди на всей земле, и итальянцы, и русские, можем жить вместе, несмотря ни на что. Большое спасибо. Я думаю, мы с вами еще встретимся. И я вам еще расскажу очень интересного. В том числе привезу свои эксклюзивные инструменты. Спасибо.